Здравствуйте! В эфире телеканала Карибус служба новостей. В студии работает Олеся Хитогорова. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Новые бульдозеры, экскаватор, автомобильный кран и микроавтобус в Магаданской области обновили автопарк коммунальной техники. Минус 35 и ниже. На Колыму снова пришел циклон. По прогнозам синоптиков морозы продержатся несколько дней. Больше аналитики и равнения на профессионалов. В день печати советы молодым журналистам дали акулы пера. Жизнь без барьеров и преград. Добраться инвалиду и пенсионеру до нужного учреждения вовремя и без особых затрат стало легче. Людям с ограниченными физическими возможностями предлагают воспользоваться услугами социального такси или спецавтотранспорта. Подробнее о том, как это сделать, в нашем следующем материале. Поликлиника, пенсионный фонд или аптека. Колясочника Олесю до места назначения довозят вовремя и бесплатно. Несколько лет женщина пользуется услугами Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. В спецтранспорте колясочникам в центре не откажут никогда. Количество поездок не ограничено. Помимо своих работ они еще могут прекрасно и выслушать, что-то может быть, что-то такое житейское подсказать. Люди там замечательные. Я бы их назвала золотыми даже. Сейчас на обслуживание особых людей две газели. Еще один автомобиль находится на оформлении. Данная услуга очень востребована. Только за 2017-й ею воспользовались почти пять с половиной тысяч раз. Доехать можно не только до соцучреждения, но и к месту проведения культурно-массового мероприятия. Не ходя чем больным, помогают выйти из квартиры, спуститься по пандусу, сесть в автомобиль и выйти по приезду. Центр социального обслуживания предлагает свою помощь и другим. Магаданцам старше 70 лет, тем, кому положено обслуживание на дому, детям-инвалидам. Но вызвать социальное такси они могут не более восьми раз в месяц. Добраться люди могут только до социально значимых объектов и обратно. В круг социально значимых объектов входят органы государственной власти, местного самоуправления, медицинские организации, многофункциональный центр, организации социальной поддержки и социального обслуживания, отделение почтовой связи, кредитные организации. В 2017-м водители социального такси выполнили более 15,5 тысяч заявок. В этом году договор о перевозках заключили пока только с предприятием «Люксинфо». В его распоряжении около 20 машин, которые и в будни, и в праздники помогают и пожилым, и детям почувствовать себя полноценными членами общества. Анна Корнетова, Игорь Аченко, специально для Службы новостей. Новые бульдозеры, экскаватор, автомобильный кран и микроавтобус. Шесть спецмашин направили в областные округа. Ключи от коммунальной техники глава муниципальных образований вручил губернатор. Два бульдозера входят в Ольский округ. Еще один пополнит автопарк Средниканского округа. Экскаватор-погрузчик Ягоднинского. Автомобильный кран отправили в Северо-Ивенск. А вот Тенькинский район получил микроавтобус. Его купили по программе улучшения межмуниципальных перевозок. По данным Министерства строительства ЖКХ энергетики региона, в 2014-2016 годах купили и передали в городские округа мусоровозы, погрузчики, бульдозеры, автогрейдеры, вакуумную машину. Всего 19 единиц спецтехники на сумму 130 миллионов рублей. В прошлом году приобрели еще 14 комбинированных машин, автокранов, вездеходов, бульдозеров, погрузчиков и тягачей на сумму 85,5 миллионов рублей. Эти машины используют для уборки улиц и дорог, расчистки завалов на перевалах и в котельных отдаленных сел. Объектов много и техники надо много, поэтому мы ежегодно уже десятки единиц такой техники приобрели, будем приобретать и дальше. Минус 54 на этой отметке остановился столбик термометра в Сусумане, на Колыму снова пришел циклон. Несмотря на то, что в Магадане температура гораздо выше, по прогнозам синоптиков, жители областного центра тоже ждет похолодание. В минувшие две недели января температура колебалась от минус 11 до минус 25 градусов, а в некоторых районах города в ближайшие дни она опустится до минус 35. Виной всему арктический ветер, порывы которого превысят 10 метров в секунду. Такие показатели колымские синоптики уже фиксировали в январе 1954 года. Какая картина стала самой кассовой в истории российского кино и где домашнему насилию подвергаются мужчины, узнаем у Максима Дроздова. Здравствуйте! А сейчас о событиях в России и за рубежом по данным информационного агентства ИТАРТАС. Спортивная драма «Движение Верх», которая вышла в прокат 28 декабря, стала самой кассовой картиной в истории российского кино. По состоянию на 13 января она собрала в российском прокате 1 миллиард 693 миллиона рублей, опередив предыдущего лидера фильм «Последний богатырь», заработавшего почти на 20 миллионов меньше. Египетские мужчины подвергаются домашнему насилию почти так же часто, как и женщины. По данным социологов, представители сильного пола все больше подвергаются надругательствам в тихой семейной обстановке. Около 30% состоящих в браке египетских женщин на регулярной основе избивают своих мужей. В районах, где проживают в основном малоимущие египтяне, постоянно занимаются рукоплекратством только 18% замужних египтянок. А вот в обеспеченных семьях жены распускают руки значительно чаще. Французские булочники выступили за включение багета национальной эмблемы Франции в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Сейчас в стране насчитывается около 33 тысяч пекарен, которые ежедневно производят сотни сортов хлеба. Однако самым популярным остается багет. Именно ему, согласно социологическим опросам, отдают предпочтение каждый день 7 из 10 французов. По оценкам хлеба пекарей во Франции каждую секунду производится около 320 багетов. Примерно столько из них съедается за это же время. Напоминаю, спонсор рубрики Мировые новости – меховой салон вьюга, Надежинского 3. На этом я с вами прощаюсь. Помните, новости ближе, чем вы думаете. Завершается реконструкция пятого причала в Магаданском морском торговом порту. Подрядчик вышел на финальный этап ремонта. Металлоконструкции полностью установили, сейчас приступили к бетонированию площадки. Закончить работы планируют до конца месяца. Реконструкция причалов проходит в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» на период до 2018 года. В ближайшее время запланировано провести рабочее совещание с участием представителей Росмурпорта, на котором оценят проделанную работу. Увеличить объем добычи золота до 40 тонн. Как отметил губернатор на еженедельном брифинге, это вполне реально. В минувшем году в Магаданской области добыли более 32 тонн этого драгметалла, что почти на 5 тонн больше, чем было запланировано. Сегодня мы готовы выйти еще на более высокий показатель. Я думаю, что даже если существующие показатели сохранятся, то прибавка, которую должен дать рудник Матросова, это еще примерно плюс 5-6 тонн золота к тому, что мы имеем сегодня. Положительная динамика точно сохранится. И мы рассчитываем на то, что в ближайшие несколько лет рост добычи золота будет еще более серьезным. По крайней мере, цифра в 40 тонн уже совершенно для нас является видимой и осязаемой. Ледокол «Магадан» готов обеспечить ледовую проводку судов. Сейчас он освобождает акваторию Нагаевской бухты. Пока что танкеры и сухогрузы подходят к причалам морского порта самостоятельно. Разгрузка проходит по расписанию. Однако из-за пришедших на Колыму морозов специалисты прогнозируют ухудшение ледовой обстановки. Если «Магадан» не сможет самостоятельно обеспечить проводку судов к порту, то к работе привлекут ледокол более тяжелого класса. Слова благодарности ветеранам и наставления молодым мастерам слова. Колымских журналистов с профессиональным праздником поздравили общественные деятели, руководители города и области. Издатели, редакторы, режиссеры, операторы, корреспонденты и ведущие. Люди, которые сами в курсе событий и делятся информацией с жителями Магаданской области. Сегодня более чем в 30 печатных электронных изданиях на телевидении и радио работают сотни журналистов. В благодарность за ежедневный труд лучшие из них получили грамоты, дипломы и памятные подарки. Больше аналитики и равнения на профессионалов. Такой совет дал молодым сотрудникам СМИ председатель Магаданского отделения Союза журналистов России Павел Жданов. Очень много людей, которые профессионально и додавно работают, у которых есть свой стиль. Это очень важно для журналиста. Естественно, то же самое можем сказать и о печатных средствах по своей информации, которые никуда не уйдут. Как многие говорят, что сейчас блогеры, медиа, ни в коем случае никуда не денутся. Сейчас вас ждет информация о погоде. Не переключайтесь. Здравствуйте. 16 января в Магадане по прогнозам синоптиков будет облачно. Осадков не ожидается. Температура днем минус 25 градусов, ночью до минус 27. Ветер северный 5 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Далее информация о приливах и отливах. Полная вода в час 35 и 13-18. Малая вода в 7 часов 14 минут и 19-37. Напоминаю, что спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Мир здоровья» на Советской, 22. Стоматологическая клиника «Мир здоровья». Это гигиена полостиртап. Применение аппаратной анестезии обеспечит максимальное обезболивание без использования традиционного шприца. Интраоральная камера позволяет на мониторе видеть проблемные зоны, как врачу, так и пациенту. Новинка в протезировании. Мягкие зубные протезы. Эстетичный и комфортный в использовании. Стоматологическая клиника «Мир здоровья». Улица Советская, 22. Прием заявок на конкурс «Золотая лестница» продлили до 19 января. На сегодняшний день свое желание побороться за денежные премии от 80 до 500 тысяч рублей изъявили 12 талантливых колымчан. Тех, кто еще не успел этого сделать, ждут в ДК «Пионерном» на улице Речная, 61, корпус 1. А на этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь в курсе событий. Смотрите телеканал «Карибу». Скоро будут новости. Продолжение следует... Поехали! Каждый раз, когда ты закуриваешь, в тебя попадает более 7000 токсичных веществ. Вот настоящая цена курения. Не бросай мусор из машин. Увидел? Звони! 20 11 12. Субтитры подогнал «Симон»!